Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, всех поздравляю с воскресным днём. Вот в это воскресенье мы празднуем память святителя Филиппа, митрополита Московства и Сея России. И мы знаем, что он уже с юных лет хотел подвижнической жизни жить ради Христа, и при том, что он был из богатой семьи, из семьи бояр, мог бы получить хорошее место при дворе, но его душа желала быть ближе к Богу. Вот он уже в юном возрасте, он покидает дом тайно, уходит. Сначала просто жил, как в трудах трудился, добывал себе пропитание. Потом пришел в Соловецкую обитель и там остался. Там тоже, будучи, конечно, воспитанным как человек знатный, были и слуги, жил он в таком богатстве, удовольствии. Но вот он выбирает себе самые трудные послушания. И трудные физически, постоянно он трудился, и его вскоре постригают в монашество. Ну а со временем делают и игуменом обители Соловецкой. То есть он достиг духовного роста, видели, что он преуспевает в духовной жизни. Его поставили игуменом. И даже будучи игуменом, он, с одной стороны, мудро управляет братьями, заботится о строительстве Соловецкой обители, о возвышении ее влияния для того, чтобы нести людям слово евангельское. Но при этом и продолжает трудиться. Когда возводился Преображенский собор, он тоже трудится там вместе со всеми. То есть он показывал и пример своей жизни. При этом также знаем, что он был делателем непрестанной молитвы. То есть постоянно молился, даже совершая какую-то тяжелую работу, он не отступал от молитвы. И вот видим, что действительно уже при жизни своей монастырской он принес большие плоды, видимые плоды духовной жизни. Но Господь уготовал ему несколько иную участь еще и дал ему возможности пострадать за истину. Потому что со временем о нем вспомнил царь Иоанн Грозный, который знал и родителей святителя Филиппа. Ну и его самого немного знал и думал, что тот будет ему поддержкой. Зная, что он не любит в политику влезать. И поэтому думал, что он будет ему, ну тот сам будет заниматься политическими делами, а святитель Филипп будет духовно его как бы подкреплять, только благословлять. Но мы видим, что святитель Филипп, он видя ту неправую деятельность Иоанна Грозного, именно его опричнину, его репрессии, которые он начал, при этом как бы прикрываясь такой духовным основанием, мы видим, что святитель Филипп, он сначала просто обличал, ну уговаривал Иоанна Грозного, чтобы тот не делал то, что он задумал, не вводил в эти репрессии, что опричина, она не полезна. И, ну а потом он стал напрямую Иоанна Грозного обличать, и перед людьми, укоряя его в том, что он делает. И Иоанн Грозный, конечно, его, он, ну будучи человеком, не, как бы не совсем собой владевшим, да, то есть мы понимаем, что его духовность, она была ложной, хотя он пытался под духовностью прикрывать свои деяния, но он исполнился и злости, и ярости против святителя Филиппа, и сначала его не доставил его оклеветать, причем оклеветали его несколько человек из братьев Соловецкого, его же монастыря, которых он знал, ну вот поддались на какие-то уговоры или на угрозы царя, что было, конечно, особенно скорбно для святителя Филиппа. Его сначала не изложили, ну а потом его отправили в Тверской отрочный монастырь, заковали, во время, мы знаем из истории, что во время богослужения прямо ворвались в храм, сорвались с него священнические, епископские одежды, и отправили его в такую ссылку, в очень суровые условия, ну а потом, насколько мы знаем, он был умершлен, Малюта Искуратовым, и причем святитель Филипп, он за несколько дней до своей кончины предсказал день своей смерти, то есть он знал, Господь ему открыл, что он должен уже почить, и он причитился в святых христовых тайн, приготовился, ну и таким образом, как исповедник уже, как мученик, за истину, он отошел ко Господу, но после его смерти, очень быстро, зная его жизнь, зная его дела, люди стали его почитать, и буквально через не прошло и ста лет, как его, ну сначала из Твери перевезли его тело на Соловти, через, ну в ближайшее время, ну а потом уже его прославили, и в 17 веке его мощи перевозят в Москву, как раз сегодня мы празднуем день обретения мощей, и события, когда его мощи перевезли в Москву, и он открыли для почитания, и множество чудес совершалось по молитвам святителя Филиппа, ну вот его подвиг, конечно, с одной стороны мы видим его подвижническую жизнь, то есть святитель Филипп, он всю жизнь трудился над своей душой, поводом для ухода из мира были слова, которые, евангельские слова, которые он услышал, что не можете служить двум господам, Богу и Мамоне, и вот он, эти слова запали в его душу, и он уходит, действительно, чтобы не служить богатству, не служить славе, не служить своим страстям, он уходит и всю жизнь посвящает работе над собой, над своей душой. Вот как плод этого труда мы видим, что было исповедничество, то есть стояние за правду. Вот мы тоже, когда трудимся над собой, над своей душой, должны быть внимательными к себе, какие плоды приносят нам наши труды. Вот сейчас был и пост, мы постились, нужно быть внимательными, как, что нам дает то, что мы делаем, то есть что в нашей душе происходит, потому что не всегда это бывает так, как это должно быть. Мы на примере того же царя Ивана Грозного можем видеть, что тот тоже начинал, вроде бы, старался и молиться, и к церкви был усерден, но видим, что плоды были недолжными, то есть он шел вслед своих желаний, вслед своих похотей, хотений, своих страхов, то есть не сумел именно встать на путь служения Богу. Но вот святитель Филипп, он как раз дает нам пример правильного устроения. То есть когда нужно, он готов и пострадать, и видим, что и не боится никаких препятствий. То есть тоже наша духовная жизнь, когда она правильно устроена, она помогает нам преодолевать всяческие страхи. Вот если мы посмотрим, то в самом Евангелии Господь Христос, Он постоянно говорит своим ученикам, не бойтесь. То есть там кто-то даже посчитал в свое время, что 365 раз повторяется это слово Христа. То есть как бы так образно говоря, на каждый день года Господь нам говорит, не бойтесь. То есть нам нужно избегать боязливости, малодушия. То есть это тоже очень важно в нашей жизни духовной, в жизни души, потому что душа, ну вот и апостол Павел в послании говорит, что душа боязливая, она ни на что не способна. На это мы не всегда обращаем внимание, потому что нам нужно быть в какой-то мере, конечно, с трезвением, с таким снимательностью к себе, но при этом проявлять и определенные смелости, и дерзновения в духовной жизни. Потому что сейчас как раз в такое время, когда уже, ну, можно сказать, что стало неким даже как законом, что нельзя ничего духовно много делать, нельзя много очень молиться, нельзя сильно много что-то, себя чему-то посвящать духовному, чтобы не впасть в какую-то прелесть, чтобы не отклониться. Но это приводит и к другому, к другой крайности. То есть когда человек, он перестает вообще что-то делать, то, что делать нужно, то, что делать должно, для своей души. Это и быть усердными, и в молитве, и в помощи близким, и в изучении, чтении, изучении Евангелия, святых отцов. И вот Господь нам говорит, дерзайте, не бойтесь. И оно как раз, пример святителя Филиппа, вот он показывает нам, что если мы правильно свою жизнь устраиваем духовную, то Господь из нашей души всякий страх он изгоняет. И мы готовы идти за Господом, мы готовы совершать то, что нам говорит Евангелие. Вот как пример святителя Филиппа, он показывает нам, чтобы мы тоже не боялись, дерзали, шли за Господом и достигали действительно тех духовных плодов, достигали Царства Небесного, уже в этой жизни прикасались к Нему. То есть не только, как нам кажется, когда-то мы должны войти в Царство Небесное. Если в нашей душе мы хотя бы в какой-то мере к Царству Небесному не приобщились, то и в будущем мы не сможем в Нему войти. Поэтому нам нужно сейчас трудиться, сейчас не отступать, но приобретать Царство Небесное, чтобы оно силой действовало в нашей душе, и тогда мы сможем войти и в жизнь вечную. молитвами Святителя Филиппа, всех святых Божьей Матери, милостью Господней. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok